Институт международных отношений истории востоковедников Улл берет свое начало еще в далеком 1804 году, ведь уже тогда велась подготовка историков в составе отделения словесных наук. Сейчас же в составе института три высших школы, где изучаются ни много ни мало 15 языков. Это наше преимущество, это большая языковая линейка, палитра 15 языков, и причем каждый год мы стараемся ввести новые языки на серьезном уровне. Ну и кроме того, это историко-культурная подготовка всех наших студентов без исключения, ну и страновеческая, то есть мы говорим не только о том регионе, в который они изучают, но и рассказываем о современном мире. Поэтому наш специалист это не только узкий профи, но это еще и эксперт, аналитик, и поэтому на сегодняшний день они и востребованы. В институте обучается около 3000 студентов, из них более 240 граждан других государств. Наши друзья, азиаты, они также предпочитают на сегодняшний день обучаться в Казанском университете. Для них очень важна сама атмосфера и возможность общения и быстрой адаптации. В том институте, где много внимания уделяется языковым компетенциям, где фактически все студенты говорят на иностранных языках, проблема адаптироваться, приспособиться, влиться в коллектив. Ну, наверное, у нас такой проблемы просто не существует. Ни для кого не секрет, что студенты этого института имеют уникальную возможность проходить стажировку и практику за рубежом и изучать языки с носителем языка. Наши ребята могут учиться и у нас и в Колумбии, у нас и в Китае, у нас и в Японии. И это действительно правильно, потому что молодость дана для того, чтобы получать образование, узнавать мир. И Казанский федеральный университет тем и хорош, что здесь палитра возможностей невероятно широка. Подробнее о структуре и правилах приема в 2016 году в Институте международных отношений истории востоковедения вы можете узнать на официальном сайте Казанского федерального. Анастасия Иванова, Универньюз. Казанский федеральный национальный университет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...